У тебя есть дом в элитном закрытом посёлке? Нет? Значит, тебе не надо на войну. Всё, ты для себя этот вопрос решил. На войну надо тем, у кого есть дома в элитных закрытых посёлках. Детишкам их, мажорам надо, для которых сейчас Госдума принимает специальный закон, поправку, чтобы им отсрочку давать, чтобы их на фронт ни в коем случае никаким образом нельзя было подтянуть. Вот так вот. Поэтому это не твоё. Сейчас хотят, чтобы люди буквально голыми телами закрывали от обстрелов элитные закрытые посёлки. Вот этих всех политиков, так называемых, оккупационной администрации всей этой гопоты. И на Украине, и в России. В России, конечно, это явление значительно более широко представлено. Я вот помню, как из Финляндии выгоняли ближний круг Путина. Тимченко, Ротенбергов, вот эту всю гопоту. У Тимченко финский паспорт был, если кто не помнит. Я напомню, они приехали в Финляндию, им там всё очень нравилось. Близко к Петербургу, к Москве. Замечательная страна Финляндия, природа красивая. Они там начали обустраиваться, строить свою жизнь вот эту параллельную. Потому что Россию они не любят всё очень сильно. Это грязная, несчастная, нищая, забитая страна. Умирающая Финляндия, чистенькая, всё там было шикарно. И вот они там все хотели жить, но их попросили. Практически пинком под зад оттуда и надо. Просто поищите в интернете, может найдёте кадры, видео, морду Тимченко. Когда его снимают, расспрашивают. Вот только изгнали из Финляндии. И он понял, что ему придётся жить в Российской Федерации. Вот во всей этой заднице. У людей у этих было время для того, чтобы потратить миллиарды на покупку заводов по производству микрочипов, например. То есть они могли не Олимпиаду устраивать, не на бледей тратить своих, там, не на яхты, не на многочисленных родственников, друзей, знакомых. Не на подкуп каких-то шизиков за границей, не на помощь бедным развивающимся странам, дикарям, проще говоря. Не разбрасывать деньги. А они могли покупать заводы, станки специалистов. Как вот тот же Пётр Первый. Отрицательная для российской истории личность. Ужасная. Но он, путешествуя по Европе, всюду заманивал спецов. И очень многие заводы в России сейчас уже разорённые и закрыты в эти страшные 30 лет последние. Например, завод, где моя семья 300 лет работала. Династия в Петрозаводске. ОТЗ-завод. Он закрыт, разорён, разворован. Но открыл его именно человек, которого Пётр Первый заманил, привлёк. И так далее, и так далее. Всё элементарно было. Можно было миллиарды потратить с умом. Россия была бы сейчас очень развитая. Не только на Тайване бы делали микрочипы, но в России бы делали тоже микрочипы. И спецы были бы, и учили бы всех опыт, передавали свой передовой в следующем поколении. Всё было бы очень круто. Несколько сотен миллиардов можно было в это вбить. Но вбили в дворцы, в какую-то херню, в понты, в дешёвые. И как бы, если кто-то подумает, что люди эти совсем дебилы, которые вот сейчас в элитных закрытых посёлках ждут, когда по ним полетят ракеты. Нет, не совсем. Есть для них довольно сообразительные и неглупые люди. Но там круговая порука. Потому что вот этому надо воровать, этому, у этого родственники, друзья, знакомые. То есть несколько тысяч человек, которые не могли иначе, они разворовывали Россию и не развивали. И Украину также. Там поменьше, конечно. Есть своя сельская специфика. Потому что Украина, к сожалению, это всё-таки более сельская страна, сельская ментальность. Это и хорошо, и плохо, смотря для каких условий. Вот. А в Российской Федерации, конечно, гораздо больше и по населению, и по потенциалу, и по возможностям, интеллектуальном уровне. Много почему больше, круче. Но не развивалось. Сейчас мы все это видим. Это разворованная, несчастная страна, которая, казалось, втянута в идиотский совершенно конфликт. Грамотно, хитро всё это развивали, делали. Всё получилось. Причём давным-давно было ясно, что вот всё так и будет. Хотя никто не верил, и я не верил, что будет вот эта страшная война. Польшу, кстати, втянут, скорее всего, сейчас. Если вы в Польше, то лучше прямо сейчас переезжать куда-нибудь дальше на Западную Европу. Потому что не хватает этой войне мяса. Она жрёт очень быстро, очень прожорливо. И надо всё больше и больше. Поэтому вот люди из закрытых элитных посёлков, они вас толкают, требуют, принимают законы. Не выпускают вас из страны уехать. Хотят, чтобы вы шли волнами друг на друга, друг друга уничтожали. Чтобы их посёлки, их родня, близкие, дети, друзья, шлюшки их, чтобы никто не пострадал. Вот если вы захотите в посёлок такой, на территорию попасть, вас охрана не пустит. А на войну вас пустят запросто. Вот придите, скажите, на войну надо защищать вот эти все посёлочки, городочки, мажоров одуревших. И вам сразу скажут, вот в эту сторону можно, а вот в эту нельзя. Понимаешь? Поэтому если у вас там дома нет, значит на войну вам не надо. Это очень важно понять. Продолжение следует...